Да, давайте немножко взбодримся, потому что я понимаю, что такая история непростая. Я вас приветствую в аплодисменты, прошу в ответ. Ой, так интересно на самом деле присутствовать перед… Мне всегда очень нравится перед выступлением быть на спикерах, которые передо мной. Потому что на самом деле сейчас я буду рассказывать то же самое, но только как мы это реально делаем. То есть мы действительно работаем в скраме, у нас действительно есть скрам-мастера, мы их сами выращиваем внутри своей команды. Но самая ключевая особенность — это люди. Потому что особенность в том, что… Можно прочитать очень много книжек по поводу скрама, очень много книжек. Но для меня я столкнулся с тем, что основная проблема работы вообще в принципе в России — это ответственность. У нас в стране никто не хочет брать ответственность. Во всяком случае это я то, что я вижу, то, что я чувствую. И именно поэтому эти принципы, читая в зарубежных книжках, мы начинаем лишь брать и использовать. Но эти принципы нужно воспитывать. И сейчас я расскажу, как в нашей компании… Сейчас представлюсь, кто мы, что мы. Как мы внутри своей компании строим на вырост людей, способных закрывать большие задачи. Мы работаем в спринтах, где у нас там 300-400 задач внутри каких-то периодов недельных или месячных. Но для этого нужны определенные люди. И вот как эти люди, откуда они берутся и где их брать, сейчас расскажу. Меня зовут Пищиков Антон. Я совладелец двух проектов. Есть сеть мужских парикмахерских бойкат в Екатеринбурге. Это наш первый проект. Это франшизная история, это локальная история. И есть история мозгобойни. Мозгобойня – проект, который перевернул мою жизнь. Это интеллектуально-развлекательная игра, которая проходит в барах, ресторанах. Я не знаю, может быть, кто-то про нее слышал. В Екатеринбурге у нас раз в неделю играет порядка 2000 человек. Собираются. Это 14-15 ресторанов. И такую историю мы развиваем в 120 городах по всему миру. Это и Канада, и Америка, Германия, Россия, Белоруссия, Казахстан, Израиль. Это очень интересная история. Мы первые на рынке, нас это очень радует. Ну и Екатеринбург активно взялся посмотреть, если будет кому-то интересно. У нас 50 тысяч игроков. Это каждые две недели 50 тысяч игроков приходят и играют в эту игру. У нас такая развлекательная в баре. И что очень важно, 60 сотрудников. Сейчас у нас три офиса в Минске, Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге. И в общем работает 60 человек. Это первый проект, который является для нас родным. Второй проект – бойкат мужская парикмахерская. Они находятся в Екатеринбурге. Сака Ванцетти 64, Куйбышева 44. Это два барбершопа. Франшизная история, как говорил. Две тысячи клиентов в месяц у нас и у нас 25 сотрудников. Это барберы, парикмахеры и административная команда. В общем сейчас команда… Я не так давно занимаюсь бизнесом, скажу вам честно. Поэтому я буду об этом говорить. Бизнесом занимаюсь в два с половиной года. Начинали минус 3 миллиона, минус 4 миллиона рублей. Сейчас группа компаний наша делает 100 миллионов выручки в год. Вот эта цифра меня очень воодушевляет. Я готовлюсь к ней, я думал, чем хочется поделиться, о чем хочется говорить. Два человека ушло у нас за весь период. Первый не принял принципы, про которые я скажу. Второй не готов работать в скраме, потому что обладает очень низким уровнем ответственности. Для меня это очень показательная история. Люди приходят и не уходят. Как это происходит? Давайте поговорим об ошибках. Я буду говорить о начальном предпринимательстве, когда люди только-только начинают с бизнесом со своим заниматься. Все процессы выполняются самостоятельно. Такой ремесленнический труд, все делаем сами, везде все. Бежим, торопимся, воодушевляет безумно, знаю по себе. Ох, это прям кайф. Знаете, что происходит потом? Усталость, выгорание, снижение мотивации, потому что оно вот здесь. Потому что выйти из нее не можешь никогда, никак. А вот что с этим делать, непонятно. Первая ошибка – это быть в этом состоянии, тянуть с ним. Мы все тянем с этим состоянием, отдать, поделиться еще. И тут приходит гениальная идея, которая есть в интернет-форуме или где-нибудь. Мы БМ смотрим. Есть очень много ребят, которые сейчас вещают. Делегируйте, делегируйте. Мы такие, класс, делегируем. Решаем найти человека, делегировать обязанности и выйти из процесса. Что у нас происходит? Высокие ожидания. Мы ждем действительно от сотрудника, мы ищем лучшего. Но на самом деле мы не знаем, как отдавать. Мы ни разу этого не делали. И для нас это чаще всего является большой проблемой. И есть одна очень мотивирующая история – это выход. Как только мы его нашли, как только он появился, мы отдаем ему эту задачу и быстрее уходим из этого. Бегом убегаем. Потому что мы понимаем, что, ну зачем, нам же сказали, делегируй, отдай, но все же нормально. Что мы в итоге получаем? Мы получаем неготовность сотрудника выполнять поставленные задачи и падение результата. Что вследствие является следующее. Ошибка номер один – я сделаю все сам. Ошибка номер два – я поделюсь. Вот ты будешь отвечать за это. Ошибка номер один – нет, все-таки я лучше сделаю все сам. Я знаю гигантское количество людей, а в рамках нашей франшизы «120 городов» и с многими людьми я общаюсь, вот 90% людей ставлются вот на этом уровне. Они говорят, о, я сделаю все сам. Ну правда, но никто, в этом городе нет ни одного человека, который сделает лучше, чем я. Ну, наверное, они будут правы. Наверное, так же хорошо, как он, не сделает никто. Попробую рассказать наш метод, как мы работаем. Эти принципы, название этой презентации больше, чем семья. Но в тот момент, когда к нам приходит человек, каким-то образом мы его изъявляем, хотим его привезти, или он хочет прийти к нам, начинается диалог. У меня есть три принципа, на основании которых эти являются вообще принципами компании. И я сразу заявляю на самом первом собеседовании. Вопрос, сколько он будет работать, какие у него там оплата труда, у нас всегда идет в конце. Это мой принцип, потому что я понимаю, что это не самое главное. Главное, чтобы понять, что мы одинаково мыслим. Так вот, первый принцип, про который, готовясь к этой презентации, я подумал, это открытость. Что это такое? Это готовность принимать ценности. И вы прямо уже на этом первом собеседовании видите, готов он принимать ваши ценности или не готов. Потому что, когда он начинает уже сразу же противодействовать вашим принципам, вашим правилам, мы же знаете как, мы додавливаем, мы говорим, ну это не важно. А он начинает с тобой, ты думаешь, ой, какой умный, как много говорит, как, наверное, очень нужный. Но очень часто это просто непринятие, он просто не принимает тебя как авторитета, он не принимает тебя как лидер, он не принимает тебя никак. И вот для меня это ключевой и главный принцип, это принцип открытости. Без него нет смысла говорить о втором и о третьем. То есть это лояльность. И это, наверное, знаете, правильно говорить, это позитивный настрой. Мы работаем в бизнесе, в котором позитивный настрой является одним из главенствующих. У нас публичные проекты, мы собираем большое количество людей и для нас открытый, позитивный, открытый настрой является ключевым фактором. Я не думаю, что это связано только потому, что мы работаем с публикой. Мне кажется, что позитивный настрой важен в любом. Принцип номер два. Вовлеченность. Классно, я только что посмотрел. Такая же презентация, такого же цвета, только он там на троечке, а у меня на двоечке. Что такое вовлеченность? Все говорят вовлеченность. Я разделил на три момента. Это желание, это действие и это ответственность. Желание очень часто человек заявляет. Он приходит и говорит, вот я хочу. Ну, вроде с этим все понятно. Второе. Это действие. Хочу что? И вот у нас есть принципы, сейчас я буду говорить, как это прям физически выглядит. У нас есть такое, что мы сразу человеку даем конкретное задание. Конкретное задание сегодня, здесь и сейчас. Вот сделай это здесь и сейчас. Потому что если ты сделаешь здесь и сейчас, ты уже убедишься в его действии. Очень часто люди говорят, да, 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 уходят. Ничего нет. Это автоматически снимает понимание того, что действия от него не будет ни сейчас, ни потом. И третье, это ответственность. Ну, это вот я то, что говорил, мне кажется, это вообще камень преткновения. Никто не хочет брать ответственность. Я понимаю, что выявление этого является ключевым фактором. Сейчас расскажу, ну, как. Третье, это результативность, деньги. Об этом мы говорим то же самое обязательно на каждом этапе. Потому что деньги являются, люди очень сильно недооценивают. Когда начинается старт бизнеса, мы горим идеей. Нам нравится такси, смотри, какое красивое такси. Вот оно разукрашено, оно будет ездить собирать. А вот такое красивое приложение. Это не имеет никакого смысла, если это такси не приносит денег. И очень часто фокус внимания уходит как раз в форму красивой реализации розовых очков и тому подобное. И наверняка, не знаю, как вы, но я точно. Меня деньги всегда волновали в последний момент. Ну, заработаем. Это же идея хорошая. Так вот, результативность подтверждения деньги может сразу говорить любой человек. Результативность деньги, можно говорить о заработанной деньги, сэкономленной деньги. Если вы берете уборщицу, у нее может стоять результат. Сэкономь, сделай так, чтобы было лучше. Ну, то есть, сделай дешевле. Она сэкономит вам деньги. Наверняка. Просто вопрос погружения. Вы же знаете, что каждый процесс можно улучшить, улучшить, улучшить. И вот здесь вопрос результативности очень часто меряется. Вот я всегда пытаюсь понять, чем меряется. Меряется деньгами. Все деньгами. Пришел сотрудник, что он принесет в компанию, какие деньги он заработает. Ну, то есть, где оцифровываем, оцифровываем, но для меня оцифровка это всегда деньги. Я говорю, наша задача, компания должна зарабатывать деньги. Но почему деньги, это в большей степени ресурс. Потому что если вы не получаете деньги здесь и сейчас, вам невозможно будет расти впереди. Я всегда для себя этот принцип понял. И теперь деньги для нас являются не табу, знаете, каким-то разговором, а именно вот одном из принципов, о котором мы говорим на первом, на самом первом собеседовании. Как мы это делаем? Вот у меня появляется человек. Мы видели прошлую модель, когда мы очень быстро выходим из процесса, мы ничего не передаем. Все как бы очень так происходит для нас очень быстро, для человека очень непонятно. Так вот, принцип такой. Мы для себя берем позицию, что мы идем определенный путь, четко говоренный, вместе. Он всегда понятен. Очень часто, вернее, если в него погрузиться, то он понятен. Почему мы этого не хотим делать? А, в это надо погружаться. То есть нужно найти какие-то точки, которые нужно пройти вместе. Но вот этот кусок, вы не представляете, насколько он важен. Потому что если есть кусок, в котором я, как единственный человек в своем собственном гигантском бизнесе, беру еще одного человека, то я должен отдать внутри. Что такое отдать внутри? Задания, фильтры. У нас есть позиции в рамках мозгобойни. У нас очень высокий администратор отвечает за площадку, на которой играет 2,5 часа. Каждые две недели проходит мероприятие на 300, 400, 200 человек. Этот человек должен иметь все. Он должен работать социальными сетями, он должен работать с людьми, он должен собирать команду. То есть это высокого профессионала. У меня это делают студенты. То есть они начинали, были студентами, но мы начали проходить с ними этот путь. И что я начал давать? Я начал перекладывать на них, но не сразу, не сразу, а по чуть-чуть ответственность. Я начал по чуть-чуть отдавать им действия и смотреть. Все очень просто. Готов играть по правилам компании. То, что принцип. Да, готов. Он не говорит тебе миллион, почему это невозможно, а берет и делает здесь и сейчас. Берет ответственность на себя. Иногда берет какое-то решение и принимает его здесь и сейчас. Не ожидая. Всех же, наверное, бесит, когда отдел сидит целый и не могут решение принять без тебя. Люди принимают решение. И это, в моем понимании, состояние конкретного человека, который находится внутри. То есть это ответственность человека снизу. И третье, это приносит материальный результат. Вот внутри, вот если на этих принципах, на трех, вы простроите путь, это может быть две недели, это может быть три недели, это может быть месяц. Очень важно, чтобы внутри была насыщенная работа, очень-очень много работы. Мне кажется, вообще самая главная проблема для нас, для всех, это много говорим, мало делаем, ну для меня. И когда много работы, все проблемы снимаются вообще. Все становится понятно, все классно. Поэтому все просто. В рамках периода, вот для нас это месяц. В течение двух недель мы катаем человека на простых задачах, и в течение двух недель мы катаем человека на сложных задачах. Все. Во-первых, периодичность. У нас четыре мероприятия каждую неделю. Мы видим, раз отработал, два, три, сдулся. А как ты будешь дальше жить? Непонятно. Потому что у нас так каждые две недели. Мы делаем, делаем, делаем мозгобойню. Оп, вылетел. Или он начал играть не по правилам. Мы видим, что тяжело, мы понимаем, что это непростая история. Но если ты заявился, если ты говорил о том, что есть желание, пожалуйста, доказывай. И вот только тогда, когда мы убеждаемся, что человек способен закрывать эти задачи, мы выходим. Как понять, что пора выходить? Долго думал над этим вопросом, и это все интуитивно очень часто происходит. Я понял, 70% задач я могу отдать на человека. 30% задач не могу отдать. И очень часто происходит, что мы передачу другому человеку каких-то полномочий меряем одним большим главным критерием, который находится на десятке. Прямо максимально сложным. Мы думаем, что если он десятку сделает, тогда да. И не отдаем. Вот то, что мы с вами говорим, он не отдаем. И поэтому мысль в том, что он должен забрать у вас рутину. Он должен забрать у вас самое больное. Он должен делать это хорошо и качественно. Для него не должно быть каких-то проблем с этим. И чуть больше. Он должен решать чуть больше задач, чем на пятерочку, где рутина ушла. И он способен решать, договариваться с кем-то. У нас администратор договаривается с новыми площадками. Прийти к площадке и объяснить, почему она бесплатно должна пустить к себе, провести мероприятие. И работать только на аудиторию, которая приходит от нас. Это непросто. Прийти эти переговоры. Поэтому для меня критерий это 7 из 10. Если 7 из 10 даже по ощущениям есть, все, можно отдавать. Человек уже никуда не денется. Просто ему до семерки не дойдет еще. Ну то есть ему нужно дойти до семерки, чтобы он уже оттуда не соскочит. Очень быстро я иду. Ну, видимо, быстрее уйдем на перерыв. Что является основой успеха? Все хотят постоянный рост. То есть, если подумать, на чем строится стабильный рост, который происходит постоянно. На протяжении двух с половиной лет мы растем каждый месяц. Бойкат растет каждый месяц, мозгобойня растет каждый месяц. Каждый месяц. Нет ни одного месяца, ну там, кроме двух сезонных для барбершопа, это сентябрь и январь, когда мы не растем. И я начал думать, а что является причиной постоянного роста? И вот два фактора, которые на этом у нас основываются. Ну, первый очень всем понятен. Положительная динамика результата. Вот результата не дописали мы. Положительная динамика результата. То есть, вроде все понятно, есть какие-то показатели, цифры, которые постоянно растут. Мы за ними смотрим, мы оцифровываем, мы смотрим на деньги, мы смотрим на все, что можно посчитать. А вот вторая очень важная история – стабильность отношений. И вот с этим сталкиваются абсолютно все. Неважно, собственники вы бизнеса или работаете вы у кого-то. Стабильность отношений не присутствует. Все допускают себе возможность сказать, что кто-то неправ. Все допускают себе возможность накричать. Все допускают себе возможность сказать, что кто-то чего-то не умеет обидеть. Вот стабильность отношений, особенно когда начинается стартап, особенно когда мы начинаем идти к цели, является ключевым фактором. Вот честно, я не понимал это как, но я теперь начал оценивать. И знаете, что самое удивительное? Сейчас команда, которая делала у меня самую первую игру, их 5 человек. Это все, кто сейчас до сих пор со мной и закрывают руководящие позиции у нас. Все 5 раз сохранились, все 5 раз здесь и все 5 раз со мной прошли это. Это пример для того, кто идет сзади. Они видят, что люди остаются. Это что они знают мои требования, не знают, чего от меня ожидать. И вот стабильность отношений. Подумайте, у нас очень просто. Мне кажется, что я буду, наверное, говорить о каких-то вещах, которые противоречат книжкам. Все говорят, не нравится увольняй, как там соседним я слышал атриуме сейчас. Руководители отдела продаж не делают планы, бей его по голове чем-то тяжелым. А я за то, чтобы сохранять всех, кто только есть. Неважно, кто у вас есть в компании. Он каким-то образом к вам пришел, он каким-то образом у вас задержался, он каким-то образом дожил до этого момента, и он стоит денег. Вы заплатили ему зарплату, и вы в него обучили. И вот стабильность отношений является ключевым. Вопрос, куда его поставить. Это не вопрос, что этот человек не понимает, что делать. Это вопрос, он, может быть, занимается не своей работой. Понятно, что он должен дойти до этого момента, и как раз для этих фильтров, о которых я говорил до этого, они как раз этому способствуют. Но если желание расстаться, все говорят, ну все, увольняй. Ну, мне кажется, что это не совсем правильно и честно, потому что команда строится на основании семьи. И вот у нас такое отношение. Мы говорим о том, что именно семейные отношения, мужчина-женщина, два брата, или брат-сестра, являются основой и вообще принципом взаимоотношений. Знаете, как эта фраза есть, типа, расстаться хотел постоянно, ой, убить хотел постоянно, расстаться никогда. Вот приблизительно то же самое. Если мы закладываем в голове возможность, что мы этим человеком будем расставаться, что мы с этим человеком не будем идти дальше, что если ему что-то не нравится, он пусть сам уходит, но тогда не построить команду. И если это чувствует человек с той стороны, если сотрудник, который находится рядом и говорит, ну, он чувствует вот эту нестабильность, он чувствует, что сегодня дунет ветер, и его не будет здесь. Это автоматически снимает тот уровень взаимоотношений, который может быть, который мы так долго создавали, вот в этом куске, который мы проходили вместе. Мы проходили вместе, переживали какую-то эмоцию, переживали какие-то задачи, закрывали их, радовались этому, а потом просто нестабильно сказали, ну, друг мой, давай прощаться. Так вот, такой на самом деле достаточно философский позыв. Я не знаю, получилось мне какую-то конкретику, но мысль в том, что именно семейные отношения являются принципами. Когда мы говорим о том, что вот знаете, вот я, если я начинался встречать с девушкой когда-то, я встречался вот отсюда и навсегда. То есть у меня не было такого, что я встречал отсюда два месяца и потом переставал. Вот такие же формы отношений внутри компании мы строим у себя. Для нас это пример. Ну, в общем-то, все, постарался максимально быстро. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы к Антону? Да, конечно. Антон, скажите, пожалуйста, а как проверяете ответственность у сотрудника при собеседовании? Не очень услышал. Ну, давайте, здесь момент такой, что это все-таки принципы, которые мы заявляем. То есть это не совсем проверка здесь сейчас. Дальше начинается путь. Ну, то есть вы сразу на собеседовании видите, что человек отображает адекватно то, что вы говорите. Для него эти слова вроде... Ну, то есть он там функционал закрывает, который вам нужен. Он глазами вас смотрит так же, как вы смотрите на него. И поэтому здесь больше вопрос не... Это вопрос заявления принципов. И просто фишка в том, что если вы будете эти штуки заявлять, вы, скорее всего, если принимаете такие вот открытость, ответственность, и вы будете об этом говорить постоянно, вы будете от них призывать. Почему так безответственно? Так вот, внутри просто дать задание. Давайте задание. Причем очень важна динамика заданий. Мы очень даем задание, мы боимся немножко человека пожалеть. Но он же ничего не знает, он ничего не умеет. Он ничего... Ну, как бы... Вот ему еще здесь дискомфортно. То есть, наверное, я говорил очень базовые вещи, как адаптация, да, которая есть в компаниях, применительно в каком-то небольшому бизнесу. Но я говорю очень важную вещь о динамике. Она должна быть очень конечна, очень... То есть, это должно быть максимально короткий период и максимально насыщенный. То есть, внутри этого насыщенного периода должно быть максимально ручных задач. Принеси кофе, принеси... Вот унеси туда бумажку, туда. Вы вот на только... Просто на понимание, унесет он бумажку из точки А в точки Б, поймете, а готов ли он быть открытым к вам. Может быть, эта бумажка... Ну, какая разница? Что отличает от того, что принеси бумажку сюда-сюда, и, не знаю, там, приехать на переговоры в другое место? Никакой разницы нет. Человек внутри начинает делить задания между важными и неважными уже без вас. Зачем? Ну, то есть, это не является... То есть, вот эта периодичность... То есть, как в армии, да? Постоянно, безостановочно, он должен быть чем-то занят. И вот здесь вы сразу поймете, кто ответственный, кто приходит вовремя, кто готов выдерживать вашу динамику. Готовы ли вы выдерживать эту динамику? Он будет говорить, давай, 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 а ты будешь не готов. И это значит, что он быстрее тебя. Это вообще золото. Таких людей не так много. Поэтому здесь вопрос... А, мы заявляем эти принципы, мы говорим о том, что я тебя буду нагружать сразу же, не завтра, ну, как бы там, сегодня нагружу. У нас, говорю, есть задание внутри. Вот сегодня он ушел, он должен сделать какие-то вещи. И второе, это реально его нагружать. Как бы с конечным результатом, с понятной цифровкой. И самое удивительное, что люди, они приходят, они знают, зачем к тебе пришли, они знают, на какую должность, они знают требования, они знают, что им надо потерпеть две недели. Знаете, что делают? Вылетают. На втором, третьем, четвертом дне вылетают вообще, потому что, ну, показывают. И тут не обманешь никого, просто много и усердно работать. И это подтверждает ответственность. Решение, 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 решение. Спасибо. Еще вопросы? Ну вот, видимо, все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам понравилось.